Редкие виды Нижегородской области вновь пересчитают. В регионе готовится к переизданию Красная книга редких видов. В их числе растения, грибы и, конечно же, животные. Особое место уделено птицам. Кому угрожает опасность, расскажет Анна Гагарина. Каких-то птиц мы видим постоянно, а некоторых даже по картинкам узнаем не сразу. И если, например, голуби стали для горожан привычными соседями, то увидеть вот такую кулик-сороку – явление само по себе редкое. Их на всю Нижегородскую область осталось меньше 600 особей. Эту кулик-сороку из Красной книги нашли жители Нижнего Новгорода в Окской гавани. Птица попала под отстрел чаек. Ирина Сторожилова рассказывает, крыло не двигалось, в нем была россыпь дроби. Но ни в одном Нижегородском зоопарке пернатому из Красной книги помогать не стали. Выхаживала птицу Ирина сама. Птица летать уже не будет. А в связи с тем, что летать уже она никогда не будет, то есть птицу желательно, конечно, пристроить куда-то в зоопарк. Единственное, что у нас кто согласился взять, это московский зоопарк. Нам нужно каким-то образом переправить ее как можно раньше. Чем быстрее, тем лучше. Таких историй с истреблением редких птиц в Нижегородской области десятки, рассказывает орнитолог Алексей Левашкин. Сейчас он занимается поиском оставшихся пернатых представителей Красной книги и сбором сведений для нового сборника редких птиц. Чтобы отыскать еще недавно многочисленные колонии озерных чаек, сегодня ему приходится исследовать не один дикий уголок природы. Он рассказал, что мир человека и представителей фауны неразрывно связан. Есть, например, такие виды, которых достаточно еще много, но могут исчезнуть буквально в течение даже 20 минут. Например, малая крачка Кулик-Сорока, занесенная в Красную книгу России, они могут исчезнуть из-за поднятия уровня Чебоксарского водохранилища. Так как гнездятся на песке, и при поднятии даже на 30 сантиметров все гнезда просто смоют. Окончательное содержание Красной книги Нижегородской области утвердят только к началу осени. Но и за это время списки видов пернатых могут поредеть. По словам орнитологов, если сегодня не задуматься, как сберечь живую природу, вскоре мы можем недосчитаться десятков и сотен представителей флоры и фауны. Анна Гагарина, Евгений Фахрудинов, Сергей Родин, Вести Приволжье.